Хай, ты на канале Magic Family, меня зовут Аня, и со мной мои собачки, и у нас, ребята, снова дождь. Я надеюсь, скоро наступит наконец-то лето, а пока Юми-чу решила сделать рум-тур. Так что, поехали! Юми, Юми, Юми-чу, Юми, мы начинаем! Юми-чу! А? Что? Ты рум-тур-то будешь делать? Да, но это не просто рум-тур моей комнаты, это еще и советы. А, да, не просто рум-тур, по пути мы расскажем про организацию места щенка или собачки в доме. Ладно, потом со спиннером поиграю. У сынка обязательно должна быть лежанка, да, Юми? Но это же общая лежанка. Ну и что? Не мешайте мне снимать видео, старики. У нас есть общие лежанки, они находятся в съемочной комнате. Но у каждого должна быть и своя, да? Да, чтобы у собаки было свое личное пространство. Пространство, Юми, какие слова ты знаешь? У каждого питомца должно быть свое личное местечко, куда он может уединиться, да? У вас же у двуногих есть своя кровать или своя комната? Молодец, Юмичу, а... Я знаю. А, скажи, почему ты всегда попой сидишь вот так на лежанке? У тебя такая странная поза. Это моя поза покемона. Я же не синок, а покемон. Ты забыла? А, да-да-да, точно, понятно. Только думаю, зрители не поймут. Отстань. Юми, а что ты делаешь? Я решила заманить подписчиков пончиком. Эээ, как это? Что она имеет в виду? Если ты еще не подписался, подписывайся. Нажимай классную кнопку внизу. И получишь вот этот вот пончик. Юми, а ты уверена, что кому-то нужен твой пончик? Вы что, все дураки? Любой захочет пончик от Юми. Это гениальная идея. Эээ, да-да уж. Про всякие коробки и коржинки с вещами я рассказывать не буду. А зачем тогда их показывать, Юми? Я хочу, чтобы ты в другом видео рассказала про организацию вещей собаки. Ну, пожалуйста. Юмичу, ну я же уже снимала такое видео. Давай просто оставим ссылку внизу. Хорошо, оставим, но это будет еще одно видео. Ну, пожалуйста, пожалуйста, подписчикам будет интересно. Хорошо, хорошо, снимем как-нибудь. Ой, попрошайка. Кстати, в этом видео будет кодовое слово. Если найдешь его, напиши в комментарии. Посмотрим, сколько вас тут внимательных. Мы прочитаем ваши комментарии и всех лично посчитаем. И узнаем, кто нашел кодовое слово. А если хочешь видео от моей мамы Миши, чтобы она его сняла, ставь лайк. Соберем 20 тысяч лайков и Миша снимет видео. Я, конечно, не очень умею снимать видео, но я постараюсь. Вот. У Миши тоже есть своя лежанка. Вот она глызет вкусняшку. У Софии есть домик. Я его называю штабик. А у Эйвена лежанка с его цветом. Голубым. Они уже старые и мы заказали новые. А с этими что будем делать? А эти я решила отдать в помощь собакам, у которых нет лежанок. О, Юми, это просто отличная идея. Я думаю, подписчики тебя поддержат. Я знаю. Кроме своего места у собаки должен быть туалет. У вас же есть туалет? Либо ходить с ней гулять на улицу в туалет, либо приучить ее к пеленке. Ты права, Юми. Мы иногда ходим на улицу, а иногда в туалет на пеленку, да? Да, когда на улице дождь. Или грязь. Или холодно. Юми, а почему у нас тут две пеленки? Потому что мы сделали отдельный туалет для Миши. Получается, у Миши отдельная пеленка, да? Потому что у нее плохое прошлое, и это для того, чтобы ее не напрягал наш запах. Софи, а зачем ты лежишь в туалете? Ну, я просто работала демонстратором. Понятно. Ну что, пойдем дальше? Это моя корзинка с прогулочным набором. Тут лежат пакетики для какашек, полотенце для лапы, поводок. Юми, а ты уверена, что это нужно показывать в рунтуре? Я думаю, да, надо. Ну и вот оно, мое место щенка в доме. Сейчас все покажу. Не забудь сказать, Юми, что я и Софи уже снимали видео про то, что купить щенку домой, как подготовиться к приезду. Аня, хватит там шептать. Они уже все услышали. Просто оставь ссылки внизу. Все приходится объяснять им. Ой, Эйвана, что это такое? Я играю в игру, Юми не мешай. Какая классная игра. Дай поиграть, Эйван, иди. Я не могу пройти ни один уровень. Эта собака меня бесит. Какая-то бесячая игра, ничего не получается. Да ладно вам, ребят, не только вас бесят игры. Я, например, сегодня на своем канале сняла Попробуй не взбеситься челлендж. Так что, ребята, ссылочку я оставлю внизу. Обязательно сходите и посмотрите, будет точно весело. И я там есть, да? Да. Так вот она моя личная красивая лежаночка. Еще раз скажи, Юми, что мы уже снимали видео, как выбрать лежанку. Пристань на шептывать, Аня. Ладно, извини. Совет от умной собаки. Нельзя, чтобы был сквозняк там, где место собаки. Рядом не должно быть батарей, кондиционеров, аудиосистем и всяких таких приборов. Не делайте место рядом с дверьми или где-то в кухне. Абсолютно верно, место должно быть уединенным. Даже если в доме гости. Чтоб легко можно было убирать. И еще иметь дополнительный вариант на случай штирки. Вы такие умные, мне ничего не надо объяснять. Вот тут вот у меня пластиковая подставочка с мисками для еды и воды. Чтобы я не поросячила на пол, когда я кушаю. Юми, ну почему сразу поросячила? А что? Про миски мы тоже, кстати, снимали видео. Аня, хватит уже. А почему она у тебя керамическая? Потому что это безопасный и чистоплотный вариант для здоровья. Можно и металлическую. Они тоже безопасные. А где твоя вода? А вода у меня стоит вот тут вот сейчас на подставке. На калстурной коробке. Когда я ем, миску тоже на нее ставят. Чтобы была правильная высота. А для чего такая высота? Чтобы правильно у меня работало все. Тело, шея, позвоночник и лапы. Чтобы я была здоровая. Юми, а почему коробка у нас тут? Ну просто, ну просто мы еще не купили подставку правильную. Ее нужно заказать в зоомагазине. То есть, когда ты кушаешь, миску тоже ставим высоко, да? Да. А еще расскажи, что у тебя тут ковер был не всегда. Да, ковер этот тут был не всегда. Да, потому что, когда я училась ходить в туалет, все убрали. Иначе я бы отписывала весь ковер. Но ты научилась ходить на пеленку. Молодец, Юми. Дай пожму тебе лапу. А можно я полежу и покрыжу твои пальцы? Нет, Юми, нельзя. Вот от чего тебя точно нужно отучать. Не забудь сказать, что у тебя есть еще такое видео. Конечно есть. Как отучить щенка грызть? Черт, у щенка обязательно должны быть игрушки в доступе. Если их не так много, то можно их чередовать. Убирать одни и давать другие. Чтобы они не надоели. Юми, а ты помнишь самодельную игрушку от подписчицы, которую нам прислали? Да, это горошинка. А почему горошинка? Аня, ты что, издеваешься? Сама не могу догадаться? Ладно, ладно, а ты хочешь поиграть? Да, я очень хочу поиграть. Хотя, стой, я уже видео снимаю. Ну давай немножко. Принеси Юмичу. Горошинка. Давай мне. На. Давай я кину подальше. Горошинка. О, детство, детство. На, я принесла. А у Эйвена есть своя коробочка с мячиками, потому что он их очень любит и коллекционирует. И умеет выбирать. Что научит Юми? Зеленый. Вот он, зеленый. Давай. На. Молодец, Ивасик. А ты, Юми, очень любишь уточек, да? Да, я обожаю всяких уток. Это желтая резиновая уточка по имени утка-пупка. А почему утка-пупка-то? А что, просто так? Ну ладно. А еще у тебя есть другая утка. Да, это теплая утка. С ней весело обниматься. Она огромная и большая, ее даже не съесть. А сейчас я официально передаю приветы случайным репостерам наше видео в соцсетях. Вот этим классным ребятам спасибо и привет от нас. Да, приветик, ребята. Ребята, по-моему, кодовое слово Юми, слово Юми. Миша, лайк. Увидимся скоро в новых роликах. Подписывайся и пока. Пока. Пока.